Скажите, в том виде, в котором сейчас существует Нобелевская премия, окончательно ли она уже превратилась, по крайней мере, в части премии мира и по литературе, в некий идеологический инструмент, политический инструмент? К сожалению, не только эти премии окончательно идеологизированы, есть довольно заметный идеологический компонент и в премиях по точным наукам. Приведите пример, пожалуйста. Пример, 2009 год, тот же самый, когда Обаме дали Нобелевскую премию мира авансом. Ну, авансом, потому что за период между 20 января, когда он вступил в должность, и 1 февраля, когда закрылся список претендентов, он абсолютно ничего не успел сделать. Ну, это очевидно, но это как бы премия мира. Вот, в том же году премию по биологии и медицине присудили троим экспериментаторам, подтвердившим гипотезу Оловникова. Гипотеза была сформулирована в начале 70-х на основе опытов Хайфлика, проведенных в 60-е годы. Ну, не вдаваясь в подробности, скажу, что подтверждение этой гипотезы открывает путь к вечной молодости. Так вот, и Хайфлик, и Оловников живы, дай им Бог, жизни и здоровья. Но наградили не их, а тех, кто только подтвердил их труды. Почему? Ну, Хайфлик, американец, но успевший поссориться в свое время со многими коллегами, которые сомневались в точности его опытов. Оловников вообще русский, причем гипотезу эту он сформулировал еще в глубоко советское время. Как-то неудобно сейчас наградить за советские достижения. Советских людей обижают. Анна, тот же вопрос к вам. Ну, вообще после того, как Бараку Абаме дали Нобелевскую премию мира, мне кажется, она просто... Вы забываете, что перед Бараком Абамом там еще и ЛГУР был с весьма сомнительными историями про всемирное потепление. Нет, не сомнительная. Эта теория, несомненно, ложна, причем ее ложность экспериментально доказана в 1909 году. Хорошо. Да. Спорить с Анатолием я не берусь, потому что я с такими глыбами не спорю. Но, по крайней мере, Гор до этого момента достаточно побарахтался на американском Олимпе. Барак Абама... Хорошо. Тогда вообще сейчас как бы мы можем ориентироваться, Нобелевская премия всегда была неким таким ориентиром, не моральным нравством, но хотя бы кто-то говорил, вот это лауреат Нобелевской премии, это всегда признавалось как некое достижение. Не настала ли пора вводить другие ориентиры? Я знаю, что вот китайские товарищи, точнее тайваньские, хотят учредить свою премию, ходят некие, причем такие, чтобы они были идеологически, политически равнозначны Нобелевской. Я знаю, что есть специализированные, но никто же не говорит, там, лауреат премии Филса, никто не говорит, кроме тех, кто понимает, что это такое, да? Ну, я полагаю, что это очень сложный процесс, даже не столько, как создать эту премию, да, а добиться того, чтобы она... Заняла достойное положение. Да, даже не заняла достойное положение, а была не заидеологизирована, не заполитизирована и вот прочие там... Пусть будет и заидеологизирована, и заполитизирована, но в наших интересах, да? Если бы в этом году Нобелевскую премию дали Путину, это бы вполне возможно, Анатолий, как вам кажется, могло повернуть немножко... Да, это бы заметно подняло ее репутацию. Ну, я не это хотел сказать, я хотел сказать, что это как бы сейчас, возможно, остановку сил на международной арене немножечко бы подогрело, но зато было бы весело. В Сирии схлестнулись два Нобелевских лауреата, да? Да, кстати, что меня особенно позабавило в истории Нобелевской премии мира. Организация по запрещению химического оружия до момента закрытия списка на протяжении лет где-то пяти или даже десяти вообще не сделала ничего такого, что обратила бы на нее внимание. И тем не менее, ей сейчас в пожарном порядке дали премию. Это значит, что Нобелевский комитет из года в год держит в запасе несколько десятков вот таких вот вечных кандидатов. Ну, типа мураками в литературе. Ну, мураками там другое. Это все-таки, так сказать, кандидат от общественного мнения. А тут люди и организации заведомо безвестные, заведомо ничем не выдающиеся, которых держат про запас. Либо на случай, когда надо не пустить на премию кого-то бесспорно заслуженного, либо на случай, если премию вообще давать некому и не за что. Спасибо. С нами на связи в отеле Радпарха. Я журналист Максим Шевченко. Максим, добрый вечер. Здравствуйте. Максим, скажите, пожалуйста, видите ли вы в современном мире пространство для того, чтобы появилась еще одна такая премия, равнозначная Нобелю, но которая была бы либо диалогизирована, ну, в той части, в которой вообще идеология там работает. Я имею в виду премию мира и литературу, хотя вот Анатолий, если вы слышали, утверждает, что отчасти работает и в других, и в точных науках. Либо идеологизированную, но уже как бы нами созданную, работающую, может быть, на Россию, на наших союзников. Наш инструмент пропаганды. Ну, премия может кто угодно, знаете ли. Не, ну так, чтобы она заняла подобающее место, так же, равной Нобелю премии. Равной Нобелю место она занять не может, потому что Нобелевская премия связана с доминированием западного мира, и она имеет такое вполне, ну, скажем так, научным языком масонское происхождение, потому что она отражает те принципы об устройстве общества, которые господствовали в таком демократическом истеблишменте либеральном, европейском, конца 19-го, начала 20-го века. То есть такой вот западный, как бы, тихий мирок, он из себя продуцирует эту Нобелевскую премию, которая подкрепляется еще такой, как бы, совокупным авторитетом всех этих западных медийных ресурсов, информационных, элит, которые, все говорят, кивают головами. Да-да, это важно. На мой взгляд, Нобелевская премия мира – это абсолютно дискредитированная просто вещь. Во-первых, потому что ее вручали тем людям, которые, на мой взгляд, являлись, скорее, символами разрушения войны и несчастья. Допустим, Михаил Горбачев получил Нобелевскую премию мира, как раз именно в тот момент, когда страна, которую он возглавлял по попущению Божьему, вергалась в хаос, в разрушение, и начинали гибнуть в ней тысячи людей и миллионы становиться беженцами. Поэтому, очевидно, Нобелевская премия, вот исходя из примера Горбачева, Горбачева вручена за то, что он принес мир Соединенным Штатам Америки и Западной Европе. Таким образом, это премия мира. Такую премию, наверное, может получить кто-то из, допустим, противников Америки, который, допустим, уничтожит свою страну. Вот, допустим, гипотетически предположим себе, что Америка не любит Северную Корею. Предположим, лидер Северной Кореи уничтожает северокорейскую армию, половину северокорейского народа. С точки зрения американского или шведского истеблишмента он заслуживает Нобелевскую премию мира. Ну, я думаю, вы знаете, Ким Чен Ын уже заслужил ее. Если была Нобелевская премия в области балета, он там уничтожил, насколько я понимаю. В области балета ее нету. Поэтому я предлагаю всерьез относиться к Нобелевским премиям в области науки. Безусловно, все научные достижения невозможно тоже, значит, каким-то образом отметить. Тут тоже же это, на самом деле, рекламный ход. Потому что Нобелевская премия, она подвигает в основном научные школы определенного направления. Американцы очень часто получают Нобелевскую премию в разных современных видах науки. Это очень сильно стимулирует их, подгоняет. На самом деле, это во многом является и таким очень важным ходом в том, чтобы западный мир постоянно имел это преимущество. А еврейское лобби не работает? Потому что, знаете, очень часто приводит в качестве. Я, Игорь, в отличие от вас, я не употребляю таких вот антисемитских мыслей. Я далек от этого. А что в этом антисемитском? Я не употребляю словосочетание «еврейское лобби». Для меня такого словосочетания просто не существует как научное понятие. Израильское лобби – это лобби маленькой страны, которая сидит и злобно смотрит на всех окружающих ее мир и борется за свое выживание любыми способами. Поэтому я не верю ни в какое такое лобби. Я верю в лобби западного истеблишмента, общества элитного согласия. Это то, о чем они сами о себе говорили в начале 20 века как о масонском мироощущении. О том, что вот в Америке напротив Белого дома стоит огромный масонский храм, куда входит вся американская элита. И это нормально. Это строители такого мира элитного консенсуса, элитной справедливости. Спасибо большое. Напомню, Максим Шевченко был с нами на связи. А вот тут Анатолий, видимо, порадовала наша перепалка с Максимом. Но, тем не менее, Анатолий утверждал, что отчасти советских людей обижают, русских обижают российские правозащитницы. Ведь Ганнушкина с Алексеевым давно в этой, ну не в очереди, да, никто же не разглашает номинатов, но узнает, что неоднократно, да. А Светлана Алексеевич, ну, будем считать ее нашей, да, хоть белорусская журналистка. И за последние... То есть когда было выгодно как-то подцепить наше эстеблишмент, как бы это было с Пастернаком, например, да, или с Бродским отчасти, это тоже был ведь все-таки, наверное, отчасти политический ход. А сейчас почему-то на нас перестали обращать внимание. Ну, я думаю, нет, внимание обращали, еще как, иначе вот этот вот замечательный изгибистый ход с вот этой вот организацией по запрещению химического оружия, я думаю, не предпринимался. Вот наградить организацию за то, чего она не делала, да, для того, чтобы не дать премию другому человеку, который, ну, объективно стал таким двигателем вот этой вот проблемы. Там можно долго спорить, имел ли Путин отношение к тому, что американский эстеблишмент передумал, да, там, лезть в Сирию грязными сапогами и так далее. Но вот вопрос просто в том, что если бы хотели зацепить, зацепили бы. По всей видимости, здесь, я думаю, что просто вот это вот присуждение Нобелевской премии мира, это только первый этап марлезонского балета. А вторым что станет? А я думаю, что американцы постараются дальше очень-то хорошо заретушировать роль Обамы в данном случае и найти какие-то, продемонстрировать свои собственные связи с вот этой организацией, вот, там, кричать на каждом углу, что как они поддерживали, как вот они, они были, вот, помните, как в День радио? Мы за тебя, за тебя, а мы за тебя не всех. Вот, вот, я боюсь, что будет именно вот таким образом продолжаться. Спасибо большое. Мне, кстати, когда Максим Шевченко обвиняет меня в антисемитизм, я вспоминаю фразу «Бабеля бессмертную среди бендюжников он прослыл грубиянам». Возвращаясь все-таки, да, вот, 28-го, если мне не изменяет память января, тайваньский миллиардер учредил новую премию, она называется премия «Танг», ее назвали такой азиатский аналог Нобелевки. Я все-таки еще раз настойчиво хотел поинтересоваться, что-то может, если не занять место Нобелевки, то встать в ряд? Может, лет через 20-30. Нобелевская премия накопила авторитет тоже далеко не сразу. Более того, первые несколько присуждений Нобелевской премии были предметами тоже очень жестких споров, когда, например, награждает Сюлип-Рюдома при живом Толстом и Сванте-Арениуса при живом Менделееве. Ну, правда, Рентген получил первую Нобелевскую премию по физике, несомненно, заслуженно с этим ни тогда не спорили, ни сейчас. Но споров было много с самого начала премии, и только постепенно, благодаря статистике, благодаря тому, что среди награжденных этой премии действительно большинство составляли вполне достойные люди, она набрала авторитет. Любой другой премии тоже придется накапливать авторитет не одно десятилетие. Ну, вот сейчас Максим справедливо говорил, что это выразительница премии, выразительница определенного класса, определенной структуры общества. Возлет китайский, правда, тут тайваньский, да, тут надо понимать, что это как бы китайцы, материковые явно будут не просто против, а против, как вы сказали, не за тебе всех уже будут совсем, да. Но вполне возможно, что и материковый Китай создаст какую-то свою премию. Большое появление китайских ученых, которые будут претендовать на эти премии, возможно такое? Это, несомненно, возможно. И я думаю, что такой ход сейчас многие серьезные организации рассматривают. Но на Нобелевскую премию работает статистика, накопленная более чем за век. И любой другой премии придется накапливать сравнимую статистику, чтобы обрести сравнимую авторитету. А нам придется мириться с некой ее политической ориентацией, а в ряде направлений. Напомню, Анна Лунева, заместитель гендиректора Центра политической информации, была на студии, и политконсультант Анатолий Вассерман, а также я, Игорь Витрович. Всего вам доброго, удачи в делах. Берегите себя, пожалуйста.